Поздней осенью 1964 года Вон Джекман протиснулся в коричневый понтиак Темпес, в котором уже находилось 5 человек. Группа покинула China Town в Сан-Франциско, самый старый и самый крупный в США. Они пересекли залив по мосту Бэй-Бридж, соединяющий Сан-Франциско и Окленд, и подъехали к новой школе кунг-фу на Бродвей-авеню в Окленде, которую недавно открыл Брюс Ли, переехавший в Окленд из Сиэтла. Этому визиту предшествовало несколько недель словесной войны. Напряжение росло и, в конце концов, наступил момент истины. Привет, друзья! Сегодняшний выпуск посвящен, как вы уже догадались по названию, о легендарном поединке Брюса Ли с Вон Джекманом. Свидетелями этой встречи, прошедшей за закрытыми дверьми школы Брюс Ли стали только семь человек. Тем не менее, события этого вечера оказали огромное влияние на мир боевых искусств. Эта схватка не только повлияла на формирование человека, который вскоре станет самым знаменитым бойцом в мире, но также станет ключевым моментом в противоборстве двух философий – традиционных и современных смешанных боевых искусств. Бой с Вон Джекманом станет для Брюс Ли поворотным моментом, после которого он создаст философию боя, опередив на десятилетие свое время. Можно смело сказать, что Брюс Ли стал предтечей современного ММА, поэтому нам так важно сейчас разобраться, что же на самом деле произошло в тот вечер. Дело в том, что все связанное с именем Брюса Ли обросло легендами и мифами, часто затмевающими истину, которая на самом деле намного важнее, чем героический культ Брюса Ли. Например, тот же Голливуд внес свой вклад в дезинформацию об этом поединке, так как в фильме «Рождение дракона», снятого Джорджем Нольфи в 2017 году, Вон Джекман, это на самом деле шаолинский монах, который пробрался в Штаты, чтобы помочь Брюсу сражаться с мафией, но самого Брюса выставляет в ином свете. К нему примекает фильм 1993 года «Дракон. История Брюса Ли», главную роль в котором сыграл Джейсон Скотт Ли. Вы, наверное, помните этот фильм, его часто показывали по телевизору в те времена, в котором этот бой проходил перед тайным советом ниндзя и завершался подлым ударом Вонга в спину Брюса Ли. Вы, наверное, помните все этот момент, так как по фильму далее Брюса Ли парализовала. На самом деле же история намного интереснее, чем все эти дурацкие голливудские штампы. Кому интересно, давайте разберемся, что этому поспособствовало. Ну а кто хочет больше конкретики обои, сейчас появится тайминг на экране и вы сможете перейти на этот момент в моем сюжете и послушать конкретно о нем. Итак, начинаем. Из Сиэтла в Окленд. В начале 60-х годов район залива Сан-Франциско стал домом для многочисленных поклонников боевых искусств, которые приехали туда из Южного Китая, Гонконга и Гавайев. В это же время Брюс бросает колледж и комфортную среду, которую он создал для себя в Сиэтле и переезжает в Окленд, чтобы вместе со своими друзьями и соратниками совершенствоваться на пути боевых искусств. Самым важным из них был Джеймс Ли, который был в два раза старше Брюса по возрасту и в свои молодые годы имел грозную репутацию уличного бойца и бодибилдера. Кроме того, Джеймс был настоящим новатором боевых искусств США. Он публиковал свои собственные книги, разрабатывал оборудование для тренировок и превратил свой гараж в зал для изучения единоборств. Он познакомил Брюса с кругом своих друзей, прогрессирующих мыслящих фанатиков боевых искусств, среди которых мастер японского джиу-джитсу Волли Джей и создатель американского кэмпа карате Эд Паркер. В общем, Брюс нашел в Окленде то, что очень хотел найти – уникальную лабораторию по изучению боевых искусств, где он мог практиковаться и обсуждать боевое искусство в режиме 24 на 7 среди опытных бойцов и единомышленников. Время, проведенное в Окленде, заложило ключевые вехи в жизни Брюса Ли, включая создание единой книги, которую он когда-либо публиковал в своей жизни, знакомство в Голливуде, обои с фон Джекманом и создание концепции джит кундо. Тем не менее, в большинстве биографий Брюса Ли этому времени обычно уделяется минимальное внимание, несмотря на ее формирующее значение. Но если развивая эту тенденцию далее, фильм «Рождение дракона» не только вычеркнет Джеймса Ли из своей сюжетной линии, но и полностью уберет Окленд из своей истории, перенеся все действия в Сан-Франциско, где дела Брюса шли совсем по-другому. Чайна Таун, Лао Бан и Ти Вонг. А в городе своего рождения, Сан-Франциско, Брюс Ли столкнулся с рядом проблем, начиная с момента своего первого появления здесь, после своего приезда в Америку в 1959 году. Брюс быстро убедился, что атмосфера в кругу поклонников боевых искусств Сан-Франциско совершенно отличается от той, к которой он привык в Гонконге. В течение трех десятилетий политика Ву Линь, так называли сообщества традиционных китайских боевых искусств Чайна Таун, Сан-Франциско, определялась двумя представителями местного Тонга, так называли тайные сообщества китайцев в США и Канаде. Это были Лао Бан и Тин Вонг. Лао Бан открыл, наверное, первую открытую школу китайских боевых искусств США – Хун Син. Он поддерживал строгую дисциплину среди своих учеников, а также других школ китайских боевых искусств Чайна Таун. В течение многих лет Лао Бан не позволял никаких разборок между представителями школ боевых искусств, к чему Брюс Ли привык в Гонконге в 50-е годы, в котором вызовы друг друга на бои среди конкурирующих школ боевых искусств были обычным явлением. Тин Вонг приехал в Сан-Франциско из Китая в начале 40-х годов. Как младший член Тонга, он часто следил за порядком в ночных клубах запретного города. Его школа называлась Кин Мон, что можно перевести как клуб здорового гражданина. Как и Лао Бан, Тин Вонг требовала от своих учеников неукосительного соблюдения кодекса проведения. Слухи о диких нравах, царящих в Гонконге, в которых нарушались вековые традиции Китая, а также грозная репутация учеников школы Винчунь, предшествовали и появлению Брюссали в Сан-Франциско. Брюссли провел 10 лет, изучая Винчунь у легендарного Эйпмана в Гонконге. Экономичный, быстрый и прямой стиль Винчунь проповедовал атаку центральной линии в сочетании с короткими ударами руками на ближайшей дистанции. Стиль имел репутацию практичного и эффективного, что имело первостепенное значение на улицах послевоенного Гонконга. Сразу после своего приезда в Сан-Франциско Брюссли посетил школу Лао Вана. Когда Брюсс пришел в Хун Син, он не знал ничего о порядке в Сан-Франциско. Рассказывал Сэм Луи, который был одним из старших учеников Лао Бана в то время. А в этот момент на занятии присутствовало 7 или 8 учеников. Он попробовал несколько наших упражнений и заявил, что Винчунь лучше. Ну и естественно, что наш Шифу выпроводил его из зала. Сразу после этого перед Брюссом закрылись все двери в Чайна Тау. Эти трения только увеличивались со временем, так как Брюссли не стеснялся критиковать подход традиционных школ к изучению боевых искусств. В книге, изданной Джеймсом Ли, Брюссли разбивал и беспощадно критиковал техники из книг Тинг Вонга, изданных чуть ранее. Естественно, эти оскорбления не остались незамеченными. Поэтому мнение Тинг Вонга, который назвал Брюса диссидентом с плохими манерами, разделялось подавляющим большинством ву-линь Чайна Таун. Но надо же было такому случиться, что как раз в это время в Сан-Франциско приезжает Вон Джекман, который быстро завоевывает себе репутацию хорошо воспитанного молодого человека, уважающего традиции и авторитет старших, и при этом великолепного бойца. Он стал первым представителем стиля северного шаолиня в Чайна Таун и произвел на всех большое впечатление их демонстраций. Во многом этот стиль был полной противоположностью Винчунь. Размашистые удары руками и ногами с длинной дистанцией в сочетании с акробатическими элементами. В общем, Чайна Таун принял Вонга также безоговорочно, как до этого отверг Брюс Али. Диссидент В начале 1964 года Брюс значительно усилил свою раннюю критику неэффективности стилей и их техник, начав давать показательные лекции демонстрации, в которых он доказывал превосходство новых методов над плотцами, которые учат плавать на суше, которые практикуют классическую муть. По контрасту, свой подход он называет научным уличным боем. Как правило, на этих лекциях Брюс демонстрировал техники других стилей, а потом разбивал их по косточкам, методично объясняя, почему это не сработает в уличном бою. Не случайно, что одним из стилей, которые он любил критиковать и разбирать перед большой аудиторией, был северный шаолинь. На первом знаменитом турнире боевых искусств на Лонг-Бич, который организовал Эд Паркер, Брюс вызвал раздражение у многих участников после того, как раскритиковал многие традиционные практики, такие как стойка лошади к кибодачи или маббл. Он просто пришел и начал критиковать людей, объясняет Барни Скола, которому было 18 лет на момент участия в турнире. Хотя появление Брюса на турнире на Лонг-Бич часто изображает как триумфальный успех, многие из его участников не скрывают, что считали его наглецом в тот момент. Так каратэко с более чем полувековым стажем Кларенс Ли вспоминает, парни практически становились в очередь, чтобы подраться с Брюсом Ли после его демонстрации на Лонг-Бич. Летом 1964 года Брюс Ли сопровождал гонконгскую актрису Диану Чанг Чунг Мэн, китайскую Мерлин Монро того времени, в ее рекламном турне по западному побережью США для поддержки ее последнего фильма. Это привело их в кинотеатр Сан Сингх, расположенный в самом центре Чайна Таун, Сан-Франциско. Естественно, Брюс не мог выступить такую возможность, чтобы не выступить со своей демонстрацией, которая привела в ярость представителей китайских боевых искусств. На этой демонстрации Брюс назвал представителей традиционных китайских боевых искусств старыми безумными тиграми. Естественно, что подобный намек не мог не задеть Лаубана и Динг Вонга. Это было оскорбление двух высокочтимых членов китайской общины, сделанное наглым выскочкой. К этому моменту конфронтация была неизбежной, учитывая, что за несколько лет до этого в Сиэтле Брюсу был брошен вызов за куда меньшее заявление. Японский каратэко Йочи Накачи бросил вызову Брюсу во время прохождения демонстрации, на которой Брюс раскритиковал каратэ. Йочи Накачи преследовал Брюса несколько недель. Когда они наконец сошлись в поединке, Брюс буквально уничтожил Йочи, проводя серию быстрых ударов руками и завершив бой нокаутирующим ударом ноги. Весь бой продолжался 11 секунд, а Йочи попал в больницу с переломом черепа. Странно, что эту встречу обычно замалчивают как малозначительную, хотя на самом деле она является показательным примером дальнейшей судьбе Брюса. Почему Вон Джекман бросил вызов Брюсу? И вот мы наконец-то подобрали к самому интересному. Почему же Вон Джекман бросил вызов Брюсу? Существует теория, что он просто хотел сделать себе имя и разрекламировать свою школу, которую он открыл в Чайна Таун, Сан-Франциско. Местный мастер Тай Цзи Цюань Дэви Чин утверждает, что именно это говорил Вонг, когда подписывал вызов, который затем был доставлен Брюсу Ли. Однако многие считают, что Вонга подтолкнули к принятию этого решения, направляя его словно новенького паренька в школе на главного возмутителя спокойствия. Но кто же были те пять перней, которые приехали в Окленд вместе с Вон Джекманом? Впереди рядом с Вон Джекманом сидел Дэвид Чин и Чан Лысая Башка Киунг, два представителя клуба Тай Цзи Цюань, который появился в Чайна Таун в 1930-х годах. На задних сиденьях находилось троица сомнительных типов, не имеющих прямого отношения к Ву Линь. Это были Рональд Яя Ву, заслужившему свое прозвище постоянной болтовней, Мартин Вонг и Раймонд Фонг. Как позднее признался Вон Джекман, их взяли в группу для массовки. Никто из находившихся в машине не был учеником ни Тин Вона, ни Лаубана. Зато в ней было два представителя клуба Тай Цзи Цюань. Как вспоминает старший ученик Лаубана Сэмми Луи, Кодекс Колы запрещал участие в таких акциях. Если ты вызываешься в чужой зал, а в этом нет ничего хорошего, независимо от того, проиграешь ты или выиграешь, это нехорошо. Когда Вон Джекман приехал в Окленд, около Брюса было только два свидетеля. Его жена Линда, которая в этот момент была на восьмом месяце беременности, и его самый верный друг и соратник Джеймс Ли. Имевший большой опыт разборок, Джеймс зарядил пистолет на всякий случай, если ситуация вдруг выйдет из-под контроля. Всего в комнате было 9 человек, трое из которых живы сегодня. Вон Джекман никогда не говорил об этом инциденте. Линда Ли и Дэвид Чин, находившиеся по разные стороны конфликта, рассказывают одно и то же. Бой был быстрым и яростным, бойцы перемещались по всей комнате. Выглядело это все грубо, хаотично и не было похоже на кино. Сначала Брюс сумел нанести удар кулаком в висок Вонга, но Вонг выдержал удар и начал уклоняться от атак Брюса. Не сумев разогромить противника за несколько секунд, как в прошлый раз в Сиэтле, Брюсу пришлось гоняться за Вонгом по всей комнате, в результате чего он начал уставать. Тем не менее, именно бешеное наступление Брюса привело к его победе. Вонг запнулся о маленький порошок и упал на пол. Брюс бросился на него и крикнул на кантонском диалекте «Ты сдаешься?» и начал осыпать его ударами. В этот момент Вонг сказал, что сдается и бой прекратился. Все это длилось не дольше 7 минут, вспоминает Дэвид Чин. Впоследствии этот поединок вырос до эпических масштабов. Слухи о том, что Брюс пробил стену головой Вонга или о том, что Вонг уже побеждал Брюса, когда приехали копы. Это всего лишь несколько примеров среди многих. Наверное, самым абсурдным привлечением стал фильм «Рождение дракона», в котором схватка продолжалась больше 20 минут. Однако сам Брюс Лив вынес из этой истории ценный урок, который заставил его пересмотреть многие из его убеждений. После того, как он целый год не стесняясь выражения проповедовал эффективность своей техники по сравнению с другими, столкновение с Вонг Джекманом заставило его пересмотреть как свою технику, так и физическую подготовку, которые на самом деле оказались не столь хороши. Удачей было то, что это произошло как раз в тот момент, когда Брюс начал формирование своей новой системы — джекундо. Он уже начал синтезировать многие из вещей, которые оказали на его влияние в последние годы — от практичности уличного бойца Джеймса Ли до инновационного воли Джея, чтобы сформировать интегрированную систему, подходящую для его индивидуальности. Брюс также включил в джекундо элементы венчунь, фехтование, боксы, борьбы, основываясь на философском подходе дзен. Сегодня Брюс Ли часто называют отцом ММА, что объясняется не только тем, что он смешивал стили, это делали и до него, но в первую очередь тем, что он сделал акцент на эффективности техники и ее постоянной эволюции. И этот урок он извлек в частности из столкновения с Вон Джекманом. В заключение приведу слова Дэвида Чина, который, несмотря на то, что поддерживал Вонга в то время, теперь говорит, то, что говорил тогда Брюс, оказалось верным. Я не соглашался с ним в то время, но он был прав. И на этой ноте, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, а также поделитесь этим видео с тем, кому оно будет действительно полезным. А если хотите услышать новые сюжеты о Брюсе Ли, пишите в комментариях под видео и я обязательно сделаю. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok